Противопоставим другую точку зрения в отношении резекции стенки. Максим Петрович, конечно, нечестно играет. Я думал, мы с ним будем соревноваться в отношении цистектомии тур мочевого пузыря. А он взял резекцию мочевого пузыря с лимфоденектомией. Ну, от этого интереснее. Успех и влечение рака мочевого пузыря. Удельный весь четвертый стадий в России с 2020 года во время ковида. Он, конечно, увеличился, но при этом одногодечная летальность уменьшается с 2020 года. Поэтому я думаю, что успех и влечение рака мочевого пузыря у нас действительно есть. Динамика заболеваемости всем известна. Она растет, и примерно половина пациентов с раком мочевого пузыря в России – это мышечно-инвазивная форма. В Тюмени немного ситуация получше. 70% – это первая стадия, 30% – это мышечно-инвазивная карцинома. Какой процент у нас в России пациентов получает тримодальную терапию, а какой процент радикальной цистектомии в России? Я обратился к нашему брошюре, который ежегодно выпускается. И вот я понял, что нам невозможно сказать, сколько пациентов получает тримодальную терапию. Потому что в графе «комбинированная терапия», кроме химио-лучего, это может быть также цистектомия с ядноватной терапией. И в статистике это пойдет как комбинированная терапия. Поэтому реально сказать, сколько пациентов получают тримодальную терапию, а сколько пациентов получают радикальную цистектомию, на сегодняшний день невозможно. Я хотел бы предоставить одно исследование. Вот 10 тысяч человек, очень много. Пятилетняя, конечно, выживаемость при радикальной цистектомии, как общая и канцероспецифическая, они совпадают с проведением тримодальной терапии, но, конечно, меня зацепило заключение. Заключение такое. По сравнению с радикальной цистектомией, тримодальная терапия, по-видимому, ассоциируется с лучшим результатом лечения, а добавление химиотерапии может улучшить результаты радикальной цистектомии. То есть для обычных наших врачей, для меня, для вас, в нашем представлении радикальная цистектомия всегда сопровождается неодневатной терапией, а в исследованиях по-другому. Радикальная цистектомия, радикальная цистектомия, тримодальная терапия, тримодальная терапия, а неодневатная химиотерапия и радикальная цистектомия – это отдельная группа исследований. Поэтому, когда следует смотреть на эти все исследования, очень прицельно и чтобы не путать понятие радикальной цистоктомии и радикальной цистоктомии с неодевантной химиотерапией. В нашем понимании во многих это одно и то же, в глазах исследователей нет. Следующее исследование – это также 5800 радикальных цистоктомий против 1263 модальной терапии. Отбор пациентов на тримодальную терапию был такой, что пожилой возраст, разведенные или вдовствующие мужчины и разведенные опухоли менее 4 сантиметров. И тримодальная терапия в этом исследовании продемонстрировала более худшую общую и канцероспецифическую выживаемость, и она была идентифицирована как независимый фактор прогноза. Это исследование 2024 года. Следующее исследование – также большое количество пациентов, 1100 пациентов, из них 800 с лишним цистоктомии, 282 тримодальной терапии. То есть мы по исследованию примерно видим, что тримодальная терапия проводится у каждого четвертого пациента. И, конечно, я здесь красным выделил, что клинические данные, с которыми брались пациентов на исследование, это 90% были Т2. Гидронефроз наблюдался в 10% случаев, и неодеватная химиотерапия могла проводиться только в 50-60% случаев, примерно. А какие патологоанатомические данные получились? Т2 всего лишь 28%, Т3, Т4 – 44% и N-плюс у 26% пациентов. То есть мы говорим, что во всех клинических рекомендациях написано, на тримодальную терапию следует брать пациентов с Т2. Но вот исследования демонстрируют, что Т2 остается у каждого третьего только пациента, и у 60% пациентов получается повышение стадии до Т3 или до четвертой стадии. Но при этом, конечно, эти исследователи пишут, что разница общей и канцерспецифической выживаемости не достигнута. Поэтому я вот в повышении стадии, в этом исследовании конкретно, в повышении стадии я верю, а в заключении я чуть не верю, что разница тримодальной терапии и радикальной цистектомии отсутствует. Следующее исследование, также 1100 пациентов. Здесь, конечно же, исследователи с Китая достигли разницу в пятилетней и в общей выживаемости. Пятилетняя канцерспецифическая выживаемость получила 75% против 50% в пользу радикальной цистектомии с неодеварной химиотерапией. То есть здесь наши китайские коллеги взяли по-честному, провели цистектомию с неодеварной химиотерапией и провели тримодальную терапию, которую мы себе представляем. А пятилетняя общая выживаемость в группе радикальной цистектомии 70%, в группе тримодальной терапии 37%. И заключение, которое они сделали, что независимо коррелировали с низкой общей выживаемостью, это возраст пациентов старше 68 лет, отсутствие брака, грейд 3-4, стадия Т3-Т4 и тримодальная терапия. Поэтому вот я нашел в интернете картинку, что свадьба вслепую. И думаю, что возрастным мужчинам иногда может быть, чтобы для увеличения общей выживаемости жениться. И сделали наши коллеги вывод, что у пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, получавших неодеварную химиотерапию и радикальную цистектомию, прогноз гораздо был лучше, чем у тех, кто получал тримодальную терапию. Вот в этом исследовании они демонстрируют такие графики. То есть кривые статистически разнятся в пользу радикальной цистектомии с неодеварной химиотерапией в противовес тримодальной терапии. А это гайдлайны обновились в 2023 году. И в гайдлайнах написано, что при правильном отборе пациентов тримодальной терапии имеют сопоставимые результаты. А как правильно подбирать этих пациентов, они не пишут. Неодеварная терапия остается на основе цисплатина. И, конечно, определились в новых гайдлайнах одеварная терапия. А одеварная химиотерапия улучшает общую канцероспецифическую выживаемость у пациентов, которым не проводилась неодеварная терапия и настоятельно рекомендуется проводить одеварную терапию. То есть у нас достаточно большой пул пациентов имеется, которым по тем или иным причинам мы выполнили сразу радикальную цистектомию без неодеварной терапии. А потом, после чего как пациент восстановился, имеются настоятельные рекомендации о проведении уже одевантных курсов химиотерапии. При проведении тримодальной терапии все три модала должны быть исполнены хорошо и в полном объеме. Это мы уже говорили, что Т2, отсутствие гидронефроза, отсутствие цис и отказ пациента от цистектомии. Тримодальная терапия в нашем понимании включает максимальный тур при регулярном наблюдении, полный курс неодеварной химиотерапии и лучевая терапия на современных аппаратах. И вот здесь исследователи в 2020 году определяли именно, что при проведении тримодальной терапии необходима специальная техника трансуратеральная резекция, которая проводится в пределах паравизикальной клетчатки. Тогда эффективность тримодальной терапии будет гораздо выше, когда тур проводится, еще раз повторюсь, в пределах уже паравизикальной клетчатки, когда туром хирург убирает слизистый, подслизистый и весь мышечный слой. Это наши уже результаты. 22-й год, вот 200 с лишним пациентов с цистектомией, сколько процентов мы проводили химиотерапию? 40 процентов. То есть у каждого 40 процентов пациентов мы только проводили ни одного химиотерапию. Поэтому говорить о тримодальной терапии, что вот это такая очень современная и хорошая методика, мы не можем, если каждый четвертый пациент всего лишь может начать получать какую-то либо химиотерапию. Здесь мы исследовали пациентов только с гидронефрозами. Взяли 67 пациентов с односторонним или с билатеральным гидронефрозом. Мы их исследовали по методу отведения мочи. Из них 33 пациента были, которым мы отводили мочу по брикеру, 34 пациента отводили мочу V-образным кондуитом. Стадии они сопоставлялись. По гистологии плоскоклеточный рак у нас встречался в 6% случаях, а так преимуществом был переходно-клеточный рак G3. Какие у нас результаты? У пациентов, у которых был гидронефроз, ни одневанная химиотерапия никак не оказывала влияние на их выживаемость. Мне, конечно, это говорить с высокой трибуны непривычно, но пациентам с гидронефрозами ни одневанная химиотерапия в нашей ситуации никак не влияла на их выживаемость. Потому что это, прежде всего, пациенты с плохим прогнозом. Поэтому я думаю, что нам стоит как-то озадачиться этим вопросом пациентам с гидронефрозом. Стоит ли проводить вообще химиотерапию? Или более расширенные исследования сделать? Потому что, я напомню, здесь всего 67 пациентов. А вот здесь выживаемость пациентов с гидронефрозом. Синяя колонка – это пациент с односторонним гидронефрозом. Красная или черная здесь на экране – это пациенты с билатеральным гидронефрозом. И поэтому пациенты с билатеральным гидронефрозом, у них гораздо хуже прогноз по заболеванию. Поэтому мы тоже встаем в вопрос. С билатеральным гидронефрозом метод деривации мочи, Брикер, может, мы это погорячились? И нужно этим пациентам выводить уротерокутанную стомы и все? Потому что риски, конечно, получить осложнение гораздо выше. А это выживаемость пациентов в зависимости от стадии онкологического процесса. Сверху вторая, третья и третья B стадия. Конечно, стадия независимо коррелировала с более худшей выживаемостью. А здесь тоже интересный слайд, на мой взгляд. Это выживаемость пациентов в зависимости от осложнения клавендинда, который мы получили в послеоперационном периоде. То есть, получается, если у пациента не было осложнений, выживаемость лучше, нежели у пациентов, которые получили тяжелое осложнение третьей и четвертой степени по шкале калловен. То есть, вот эти, которые мы перитониты после цистоктомии получаем, и вроде мы вылечили их, но выживаемость у этих пациентов гораздо хуже потом и меньше, как общая, так и канцерспецифическая в отношении тех пациентов, которые мы не были диагностированы и не возникали послеоперационные осложнения. И вот это наше исследование, которое мы сформировали предикторы выживаемости пациентов после радикальной цистоктомии. Это, конечно, наличие уротерогидронефроза, особенно билатерального, стадия заболевания, грейт, степень тяжести хирургических осложнений по клавиен, экоак и снижение уровня СКФ. Вот этот график демонстрирует, что снижение уровня СКФ по методу деривации мочевообразно, гораздо верхний график лучше в течение двух лет, а к трем годам динамика снижения СКФ одинакова с элецистопластикой по брикер. Поэтому, имея во внимание, что радикальная цистоктомия – это золотой стандарт, неодневатную химиотерапию мы можем провести только в 40% случаев. Лучевая терапия нужно проводить для достижения адекватного эффекта на современных аппаратах и хорошими специалистами, что в России не везде это представлено. А техника трансуратеральной резекции должна быть специально заточена пациентам, которые проводят тримодальную терапию. Затем у этих пациентов не должно быть уротерогидронфроза никакого, не должно быть цис-опухоли. И понимаете, очень многофакторный момент получается, если мы должны проводить органосохранное лечение. То есть тримодальную или тетрамодальную терапию. Я думаю, что тримодальная терапия имеет право на жизнь только в тех центрах, которые этим они занимаются и отдают себе отчет, зачем это делают. Как правило, мы видим, пациент отказался от цистоктомии, значит, мы ему сделаем тримодальную терапию. Этот подход категорически неправильный, потому что пациент будет отказываться от цистоктомии в зависимости от того, как ты с ним поговорил. Поэтому я призываю, если проводить тримодальную терапию, нужно проводить ее только с умом и у тщательно отобранных пациентов, которые понимают, что мы делаем, как мы делаем и кому делаем. Спасибо за внимание. Как часто Вы в своей практике проводили резекцию мочевого пузыря? Резекцию мочевого пузыря мы в своей практике проводим двум-трем пациентам в год. Из какого числа всех прооперированных пациентов по поводу инвазивных форм рака мочевого пузыря? А цистоктомия у нас в год порядка 25-2-3 пациента. Это вот 10%, как у Вас в институте Герцена. И мы резекцию мочевого пузыря делаем пациентам, у которых локализация опухолей – это купол мочевого пузыря, и после резекции, которая останется достаточный объем мочевого пузыря, что мы можем потом провести лучевую терапию, и мы скажем, что у этого пациента не будет микроцистиса, потому что если будет микроцистис, это неминуемая цистоктомия приведет. Поэтому это только купол мочевого пузыря. Молодой, ну как молодой, молодой, наверное, это не критерий, это наоборот возраст пациента старше 68 лет. Я думаю, что вот это именно такой идеальный пациент для резекции мочевого пузыря был. Вот видите, Мария Владимировна, я победил. А у Вас еще был вопрос. Да, пожалуйста, конечно. Будьте добры, можно практический вопрос в отношении гидронефроза к Вашим исследованиям. Пациенты, как учитывался этот гидронефроз до дренирования мочевых путей на дооперационном этапе? Вы просто взяли больных, у которых был гидронефроз, и посмотрели их выживаемость? Да. Или же Вы дренировали пациентов, разрешали почечную недостаточность и потом учитывали показатели СКФ, и потом учитывали показатели выживаемости? И были ли в Вашем исследовании пациенты, которым не проводилось дренирование верхних мочевых путей до операции? Да. Эти все пациенты с уритерогидронефрозами, они были до операции, до того момента, когда мы к ним прикоснулись ручками. Был гидронефроз, значит, они попадали в эту группу. Здесь дренирование верхних мочевых путей примерно проводилось в 45% случаях. Объясню почему. Потому что эта группа 67% только с гидронефрозом достаточно набрана за последние, наверное, 10 лет. И сейчас нефростома, конечно, на каждом повороте можно ее поставить. Лет, наверное, 10-12 назад проблема с нефростомами была. И когда у тебя 10 нефростом на весь год, на все отделение, и гинекологическим пациенткам с раком шейки матки по 2 их сразу регулярно ставили, нашим пациентам не всем доставалось нефростомы. И если, планировая с нами, цистоктомия, к примеру, через 4 дня, и уровень креатинина и СКФ у нее не зашкаливали, то мы не выполняли дренирование верхних мочевых путей на дооперационном этапе. В современном мире, конечно, мы сразу дренируем верхние мочевые пути для проведения неодновательной химиотерапии, а потом проводим цистоктомию. Спасибо. А можно короткий вопрос? А на сегодняшний день резекция мочевого пузыря представлена в клинических рекомендациях? Допустимо выполнение такого объема операции? На сегодняшний день в нашем понимании резекция мочевого пузыря допустима, тоже, так знаете, с отговоркой, учательно отобранной группы больных. А критерий отбора их нет. И просто мы себе выстраиваем, каждый сам эти критерии... В принципе, допустимо, да? Есть такое указание в календаре? Да, почему нет? Я просто не помню, я не видел. Это оффлейбл в любом случае. Это не является... Даже если мы четко выберем критерии здесь и сейчас, это не будет являться призваемым к действию, конечно. Потому что за этими больными надо очень и очень строго наблюдать. Крайне комплиентные должны быть. Все-таки это оффлейбл, да? Да, конечно. Но, Марк Игоревич, сегодня оффлейбл, а завтра уже в рекомендациях. Будем ждать. Спасибо большое.